Здравствуйте, жители и гости Ютуба! Не так давно мне достался вот такой замечательный советский самодельный нож. Этому предмету уже более 30 лет был изготовлен, скажем так, кустарным способом на одном из предприятий Горьковской, а ныне Нижегородской области. Таким образом он выглядит. Очень харизматичная вещь, очень ухватистый, крайне удобен, в руке лежит просто идеально. Рез чудесный у него, здесь такие а-ля сканди спуски изготовлены. Поэтому строгает он деревяху просто замечательно, ну и по продуктам в принципе работает тоже вполне себе удовлетворительно. Вот, для такого замечательного ножа, тем более с достаточно богатой историей, захотел я изготовить ножны. Предыдущий мастер видимо либо их вовсе не делал, либо они за время бытования просто не дошли. Ножны решил сделать по уже проверенному способу, решил изготовить их из дерева. Подобные видео у меня уже было на канале где-то полгода назад. Вот, но там не смог я снять процесс сборки этих ножен и не было фото достаточного количества. На этом видео я с помощью фотографий приведу вам и опишу все этапы изготовления подобных ножен. Ибо они очень легкие, крайне просты в производстве, смотрятся весьма эффектно и думаю, что их каждый, кто дружит с руками и с головой, вполне способен повторить. Вот таким образом выглядят ножны. Ножны на кожаном подвесе. Изготовлены они из березы и покрыты морилкой и лаком. Текстура просто великолепная. Выглядит, я думаю, вполне себе достойно. Здесь сделано из, я так понимаю, из дельта древесины или из какой-то фанеры колерованой или из чего-то такого подобного. Скорее сюда дельта древесина. Вот. И хотелось сделать более-менее похожие по цвету ножны. Я думаю, что вполне получилось. Морилку подобрал, в принципе, вполне себе подходящую. Как они работают? Вот так они работают. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Имеется водосыряное отверстие, даже без него. Кожаная обоймица. Здесь идет подвес. Подвес закреплен на двух винтах. Под них отсверлена резьба в этих ножнах. Здесь у нас идет петля. Петля пришита к обоймице. К петле пришит вот такой вот холестик с кнопкой. Вот. Рассчитано вплоть до применения, вплоть до ремня портупеи. То есть здесь петля идет размер 5 сантиметров. Вот так входит нож. Плотно с приятным таким щелчком. Чтобы не раздалбливать устья ножен, здесь вклеен кусок кожи. Вот сюда. Таким приятным звуком все это дело входит. Совершенно спокойно закрывается. Из-за камеры не очень долго показываться, но тем не менее. Вот так это все выглядит. Но есть это все на ремне. Все сделано под правшу, поскольку я все-таки правша. Итак, теперь собственно к этапам изготовления ножен. Первое. Вам нужно найти хорошую дощечку, желательно сухую. В моем случае это был кусок палета, береза. И он лежал несколько лет, поэтому был достаточно сухой. То есть лежал в сухом месте, дерево было высушено. Это важно, чтобы он был сухой, чтобы потом у вас при склейке и сушке ничего не повело. И при окраске, чтобы у вас краящее вещество, краска это там какая-то эмаль, лак, морилка, чтобы все это нормально впиталось и легло. Выпиливаем дощечку, чуть-чуть за пальцем под размер клинка. Я это делал на форматной пиле на мебельном производстве. Вы можете это сделать обычной ножовкой. Суть это не меняет, ровность тут никакой особо не нужно. Затем кладем нож на такой брусочек, обводим по контуру карандашом, нож нам пока больше не нужен. Убираем его на образовавшейся дощечке. Мы вот таким ножичком, я делал таким, можете кем-либо другим, прорезаем контур по карандашу и затем я это делал самодельной стамеской, небольшой, мне и удобно, может делать совершенно обычной любой другой стамеской. Выбираем на толщину обуха ножа, ну или чуть-чуть побольше, делаем выборку на этой заготовке. Затем, эти нам вещи больше не понадобятся, затем берем нашу заготовку и к ней приклеиваем такую же по размеру дощечку. У нас получается две части, которые мы намазываем клеем, я использовал клей D3. Он влагостойкий, мы это дело все склеиваем, предварительно туда вставляем нож и зажимаем струбцинами. Для чего вставлять нож, потому что вы струбцинами просто можете раздавить ту заготовку, в которой у вас выбраны пазы, паз под клинок. Вот, какое-то время все это дело сохнет, желательно подождать сутки, хотя этот клей, в принципе, за 15-20 минут уже встает полностью и ничего там думать не надо, можно обрабатывать. Но я все-таки подождал. Затем, на шлифмашинке обрабатывается уже конкретно придается форма самим заготовке этих ножен. Можете сделать их прямоугольными, можете их как-то стилизовать под нож. Здесь вот рукоятка имеет такую округлую форму, можете сделать под нее. Основная фишка этих ножен, чтобы у вас за габариты вот этой обоймицы не выходили сами ножны. То есть вот в этом вся фишка этих ножен, что они у вас не сильно увеличивают габарит. То есть когда вы вставляете в кожные ножны, тем более из толстой кожи, у вас ножны достаточно увеличивается в габаритах. Здесь этого не происходит. Вот смотрите, вот рукоятка ножа, ее форма и толщина плавно переходят в ножны. Плюс ко всему они очень-очень-очень легкие. То есть ничего практически не весит, особенно если у вас дерево хорошее и сухое. Далее после обработки все это дело ошкуривается, зачищается, шлифуется, полируется. И дальше красим. Красить можно несколькими способами. У меня есть доступ, скажем так, к покраске из пульверизатора. Вот здесь мы сверлим отверстие, туда вкручивается саморез. Спокойно держим за это саморез и из пулика все это дело окрашивается. Вот, как и во что красить, это уже решайте сами. Но способ саморезом достаточно хорошо работает. У вас появляется дренажное отверстие и плюс вам удобно держать, вы пальцами не заляпаете всю эту краску. Затем готовым уже ножном деревянным делаем кожный подвес. Для этого берем полосу кожи, обтягиваем, примеряем, отрезаем, разворачиваем, делаем петлю. Петлю также нужно примерить по своим нужным, по длине рукоятки ножа, до куда она будет доходить, ну и соответственно по тому ремню, под который вы это делаете. Вот, я рекомендую делать вот эту вот петлю, вот отсюда до сюда, чтобы у вас было здесь вот это в расстоянии минимум пять сантиметров, чтобы пошло на протупельный ремень. Вот, пришиваем к обоймице нашу петлю. Я вот таким квадратом обшиваю. Затем к петле или заранее, или затем можете пришить вот такой хлястик, собственно, который у вас будет закрывать ножны. Затем прошиваем вот здесь, делаем шовчик под хлястиком обязательно, чтобы у вас вот не болталось, не ремень полностью здесь ходил, а чтобы ремень у вас ходил только вот здесь, где это нужно. А эта часть у вас висела спокойно на бедре. И последним пунктом этой программы мы обтягиваем деревянные ножны этой обоймицей и обшиваем. Вот таким образом выполнен здесь шов. Шил я с помощью китайских пробойников, такие в виде расчески сделаны, в виде вилки, скажем так. Молотком колотишь, получается ровный ряд отверстий, их потом прошиваешь. Вот, не забудьте под заклепку подклеить кусочек кожи. Вот такой, чтобы у вас при закрывании ножа вот эта часть, эта часть заклепки не царапала рукоятку ножа. Вот, и самое еще интересное, не забудьте в устье ножен вклеить вот такой вот типа демпфера. Можно делать из той же кожи, чтобы у вас нож не стукал при ходьбе. Вот, и чтобы при закрывании тоже все происходило достаточно мягко. Вот, собственно, все. Вот такой видос. Все этапы, я думаю, понятны вполне на фотках. Спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok